Добрый день, ребята! Сегодня мы продолжим по той же теме, второй урок, потому что мы успели решить ограниченный круг задачи, конечно, намного больше разного типа, и продолжим знакомство с теорией вероятности. Я буду нумеровать сначала сегодняшнего урока. Пусть будет такая задача первая. Перед началом футбольного матча, ну, вы знаете, что судья, тот, кто смотрит или играет в футбол, знает, что судья перед началом матча бросает монету и жребием узнает, какая из команд будет играть первая. Итак, у нас есть команда Крым. Найдите вероятность того, что в играх команда Крым с три матча с разными командами. Должна играть три матча с разными командами. Узнать вероятность того, что команда Крым выиграет жребий ровно два раза. Итак, как мы будем решать эту задачу? Ну, вы знакомы с тем, что подбрасывая монетку, монетка может упасть или орлом, или решкой. Например, в команде Крым будем считать, что вот если ей будет удача, она будет начинать игру первой, если ей будет выпадать орел. Давайте посчитаем с вами, сколько всего вариантов возможно. Так как мы будем участвовать в трех матчах, то у нас может быть такая ситуация. Первый раз орел, второй, третий. Орел, орел, решка. Значит, обратите внимание, я располагаю по диагонали, и тогда вы точно не запутаетесь. Теперь у меня две решки. Орел, орел, решка, орел, решка и решка. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. И ситуация, когда у нас выпадают три решки. Значит, всего у нас восемь возможных исходов. А мы хотим ровно в двух матчах играть первыми. Значит, мы должны посмотреть, какие из записанных ситуаций нам будут благоприятны. То есть у нас должно быть два орла. Вот я ставлю. Раз подходит, два подходит, три подходит. Смотрим, здесь у нас по одному орлу, здесь три орла. Итого у нас благоприятных исходов ровно три. Всего исходов восемь. Мы теперь должны умножить на числитель и знаменатель на сто двадцать пять. Это я чем пользуюсь? Тем, что восемь умножить на число сто двадцать пять будет равно тысяче. Итого три умножаем на сто двадцать пять. Получаем ноль целых триста семьдесят пять тысяч. Вот наш ответ. Ноль целых триста семьдесят пять тысяч. Следующая задача. Следующая задача. Значит, у нас задачи по теории вероятности, они популярны прежде всего монета, игральные кубики, карты и так далее. Итак, игральная кость бросается дважды. Ну, я надеюсь, не надо объяснять, что это такое. Каждый в детстве или когда-нибудь видел кубик, на котором на каждой грани написано один, два, три, четыре, пять, шесть. Надо помнить о том, что на таком кубике нет семи точек и нет нуля точек. Итак, игральную кость бросают дважды. Дважды бросает игральную кость. Найти вероятность, что сумма двух выпавших чисел, сумма двух выпавших чисел равна четыре или семь. Равна четыре или семь. Если это так, то это нам подходит. Мы находим такую вероятность. Теперь, прежде всего, мы должны подсчитать число М, как всегда смотрим, число М – это число всех исходов и число благоприятных исходов. Тогда мы решаем задачу. Это задача номер Т. Так как на игральной кости у нас есть шесть грани, а мы такую кость будем бросать дважды, то всего возможных вариантов М будет 36. Но вот как не все, возможно, так быстро ориентируются, как это посчитать? Например, один, два, три, четыре, а второй раз все время выпадало по единичке. Вот будет шесть раз, потом еще раз шесть. И так далее. Итого шесть на шесть – тридцать шесть вариантов. Теперь самое трудное – мы должны найти Н. Для того, чтобы найти Н, мы должны вначале расписать всевозможные ситуации с числом четыре. Как может получаться четыре? Я их вот так буду записывать. Это будет один, три или три, один. Но еще вариант – два-два, два-два второй раз не считаем. Вот четверка может так выпасть. То есть на первый раз на первом кубике единица, на втором три, здесь наоборот. Число семь. Значит, один, шесть, шесть, один. Напоминаю, то некоторые ошибаются и пишут там типа семь. Семь на игральном кубике нет. Дальше. Два, пять, пять, два, три, четыре, четыре, три. Итого нам осталось посчитать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Восемь, девять. Ну и таким образом у нас Н – это будет равно девяти. Итого наша задача – выпадание четверки или семерки. Это будет девять тридцать шестых. Числитель и знаменатель делим на девять. Получаем одна четвертая или ноль целых двадцать пять сотых. Обращаю ваше внимание, что вот если поисследовать, поисследовать задачу, что вот я вам рекомендую, и когда вы что-то решаете, то вы обращаете внимание на какие-нибудь интересные факты. Вот, к примеру, вы там с другом решили поиграть или испробовать свою удачу. И договорились, что если у кого-то выпадает четыре, вот тот выиграл. Если у кого-то выпадает за два раза сумма семь, второй выиграл. Ну, в противном случае тогда никто не выигрывает. Всего тридцать шесть. Нетрудно заметить, что тогда человек, у которого в сумме будет получаться четыре, будет три тридцать шестых, то есть одна двенадцатая. А здесь будет шесть тридцать шестых, то есть одна шестая. Вероятность выпадания одна шестая больше, то есть более выгодна, чем одна двенадцатая. Таким образом, получение в сумме числа семь будет иметь большую вероятность, чем получение суммы числа четыре. Ну, хочу вам предложить поисследовать и заметить следующее, выяснить. А какова же сумма, вот при бросании двух игральных кубиков подряд, какова сумма будет наиболее чаще по теории вероятности встречаться. Когда вы это исследуете, вы можете приступать, например, к игре с незнакомым партнером, который не знает стратегию этой игры. Зима заканчивается, биатлон уходит. Итак, вы все любите, наверное, смотреть биатлон. На стрельбе и биатлонист должен стрелять в одном положении пять раз. Ну, давайте договоримся о следующем. Что вероятность попадания, пусть у нас спортсмен будет достаточно подготовленный, подготовленный, вероятность попадания 0,8. Теперь, для того, чтобы узнать, это у нас попадание. Промах, тогда промах. Как же найти вероятность противоположного события? На первом занятии я вам говорил, что нужно от единицы отнять нужную вероятность. То есть, противоположное событие тогда будет составлять 0,2. Как же теперь узнать вероятность того, как биатлонист, например, первых четыре выстрела попадает, последний промазывает. Ну, и вы понимаете, что можно менять как угодно. Например, первый промазывает, а все остальные подряд попадают. Или в любой последовательности. Итак, попробуем подсчитать вероятность этого события. Вероятность события. Ну, я первое сказал, что первых четыре попадает, а последнее мажет. Если первых четыре попадает, то мы что должны сделать? 0,8 умножить на 0,8 умножить на 0,8 умножить на 0,8 умножить на 0,8. Это вероятность. Первый выстрел, второй, третий, четвертый. И удача не улыбнулась. И умножаем на 0,2. Я не буду терять времени на подсчеты этой вероятности. Вы можете взять там в столбик или как на калькуляторе и подсчитать получившийся ответ. Вы понимаете, что от того, куда я буду помещать этот выстрел, на третье место, на первое место, на какое угодно, все равно вероятность попадания будет вот такая. Вероятность от этого меняться никак не будет. Ну, для чего такое нужно? Ну, например, когда тренер команды готовит команду на эстафету, то ему на первом, по тактическим соображениям, на первом этапе хочется поставить спортсмена, у которого вероятность попадания будет максимально большой, чтобы сделать задел для других спортсменов. Ну, вот так теория вероятности может помогать. В магазине канцтоваров, ну, отойдем от спорта, в магазине канцтоваров продается 100 ручек. 100 ручек. 37 красных, 8 зеленых, 17 фиолетовых, синие и черные. И синих и черных, вот их поровну. Вот так я поставлю знак равно. Итак, найдите вероятность того, что ученица наугад вытащит красную или черную ручку. Итак, найти вероятность того, что ученица наугад вытащит красную или черную ручку. Ну, что мы должны сделать? Мы, как всегда, значит, число всех исходов у нас 100, потому что 100 ручек, а теперь благоприятные. Для этого мы должны посчитать количество черных ручек. Ну, для этого что мы делаем? 100, отнимаем 37, отнимаем 8, отнимаем 17, подсчитываем, отнимаем 17, и мы получаем 38. 38, я хочу заметить, что это количество синих и черных ручек. Поэтому я еще должен 38 разделить на 2, получаю 19 черных ручек. Это у нас черные ручки. Красных ручек у нас записано 37. Таким образом, вероятность того, что девушка вытащит или красную, или черную ручку, будет равна 37 плюс 19 делить на 100 равно 0,5600. Ну, вот за такое короткое время я попытался вам рассказать наиболее часто встречающиеся задачи на экзамене 9 и 11 класса БАЗ. Думаю, что наше общение было полезным, прежде всего для вас, потому что я, к сожалению, не вижу вашей реакции. Ну и желаю вам успехов. Ссылка на сайт решу.ог и решу.ег.база остается по-прежнему. Всего доброго. До скорых встреч. Добрый день, уважаемые девятиклассники. Тема сегодняшнего урока – неконкурентные взаимоотношения между видами. Цель урока – рассмотреть различные типы неконкурентных взаимоотношений между видами и значения неконкурентных взаимоотношений между видами для устойчивого состояния биоциноза. Давайте с вами посмотрим на эту схему, где типы различных взаимоотношений подразделяют на 4 основные группы. Это хищничество, паразитизм, симбиоз и комменсализм. В каждом типе взаимоотношений между представителями разных видов существуют определенные нормы влияния. Та хищничество и паразитизм имеют положительное значение для хищника или паразита, отрицательно для жертвы или хозяина. Симбиоз и комменсализм как раз-таки обладают тип взаимоотношения положительным влиянием на представителей разных видов. Итак, по порядку. Хищничество. Хищничество – тип взаимоотношения, между которыми представители одного вида. Хищник использует в качестве источника питания представителя другого вида – жертву. Для хищников характерно то, что они имеют определенные приспособления, как морфофизиологические, так и этологические, то есть поведенческие. Хищничество встречается среди представителей разных царств. Царства животных, растения, грибы, среди бактерий точно так же встречаются хищники. Итак, давайте с вами посмотрим на первый слайд, где показан представитель класса млекопитающих, отряд хищный, для которых развито как средство ловли и умерщвления жертвы, получают развитие клыки или хищные зубы. Помимо этого, они обладают острым зрением, высокой скоростью перемещениям и хорошим обонянием. Ну а теперь второй пример представителя хищных – это представитель из класса птиц, где то же самое для ловли и умерщвления добычи. Получают развитие клюв, имеют мощную и загнутую форму, и получают развитие острой когти. Еще одного представителя мы с вами рассмотрим по образу жизни, который является хищником. Это представитель типа членистоноги, паук, для которого характерно использование ловчей сети, с помощью которой он улавливает и удерживает жертву и умерщвляет ее в этом состоянии. Если мы посмотрим на математическую модель хищник-жертва, то здесь показана закономерность изменения численности популяции хищника и жертвы во времени. Изменение численности хищников следует за изменением численности жертвы. Численность жертвы может уйти до нуля, резко сократиться. С популяцией хищников ничего не произойдет, потому что хищники найдут себе другой вид, который будут использовать в качестве жертвы. А вот если численность хищников снизится до нуля, то неизменно, что популяция жертвы может прийти к полному уничтожению. Давайте с вами на примере разберем, каким образом изменение численности хищников влияет на изменение численности жертвы. В одном из национальных парков была истреблена полностью популяция волков. Что произойдет с популяцией антилоп? Данное событие имеет следующий сценарий. На первом этапе произойдет резкое увеличение численности антилоп, они будут размножаться в геометрической прогрессии, но здесь наступит второй момент, потому что бесконечное увеличение численности приведет в дальнейшем к резкому сокращению, вплоть до полного уничтожения. Почему? Идет сокращение кормовой базы и распространение инфекционных заболеваний. Так как именно хищники истребляют больных и старых животных и регулируют численность, чтобы популяция не размножалась в геометрической прогрессе, а соответствовала определенной емкости среды. Таким образом, мы с вами подведем итог по поводу хищничества. Хищничество является эффективным инструментом регуляции численности, оздоровления популяции, так как в первую очередь истребляются старые и больные особи. Таким образом, хищники являются природными санитарами. Ну, а теперь перейдем с вами на второй тип неконкурентных взаимоотношений, которые существуют между популяциями разных видов. Это паразитизм. Хищники, как правило, крупнее своей жертвы, то вот паразиты всегда, они намного мельче по размерам организмов хозяина. Давайте посмотрим с вами на определение, что такое паразитизм. Паразитизм – форма межвидовых отношений, при которой один вид паразит использует другой вид хозяин, как среду обитания и источник пищи. На данном слайде вы видите представителя наружного паразита – это миноги, которые имеют определенный орган прикрепления в присоску и паразитируют на покровах рыб. Второй пример паразитизма. Здесь показан представитель царства растений – амела, который является полупаразитом, но паразитируют на древесных формах, имея приспособление, внедряющее в проводящую систему древесных форм растений, питаясь таким образом, получая питательные вещества. На данном слайде показан представитель еще одного царства, который ведет паразитический образ жизни – это гриб-трутовик, который точно так же имеет видоизмененные гифы, гаустории, внедряющиеся в проводящую ткань древесных растений. Помимо наружных паразитов, есть внутренние паразиты, которые имеют органы прикрепления, защищенные покровы, обладают анаэробным типом дыхания. Таким образом, мы подведем с вами итоги, что в отличие от хищничества паразитам невыгодна смерть своего хозяина. Они поддерживают жизнедеятельность организма, в котором паразитируют, но в то же время имеют определенные приспособления. Для паразитов характерна высокая плодовитость. Почему? Потому что у них очень высокая смертность. Имеют органы прикрепления и внедрения, такие как крючки, присоски, присасывающие щели, для животных паразитов характерны явления. Наблюдаются довольно часто как гермафродитизм или партеногенез при размножении. Имеют защитные покровы. И для животных паразитов характерны анаэробный тип дыхания для внутренних паразитов. Таким образом, хищничество и паразитизм типы взаимоотношений, которые регулируют численность популяции других видов. И хищничество и паразитизм. Если мы с вами посмотрим опять на эти схемы, мы видим, что для хищника и паразита выгодно это взаимоотношение, зато для жертвы или хозяина, наоборот, имеет негативное влияние. За счет этого негативного влияния и хищники и паразиты регулируют численность популяции других видов. Ну а теперь мы с вами рассмотрим другие типы взаимоотношения, которые не регулируют численность, а наоборот, поддерживают многообразие видов в биоцинозах. Это симбиоз и это комменсализм. И один и другой тип взаимоотношения положительно влияют на представителей, входящих в этот тип взаимоотношений. Итак, по порядку. Симбиоз. Симбиоз – это взаимовыгодное сожительство представителей двух видов. И если мы посмотрим на определение, форма взаимоотношений, из которых оба партнера извлекают пользу, это и есть симбиоз, или его еще называют взаимовыгодное сотрудничество. Существует разнообразие симбиозов. Мы рассмотрим с вами две основные формы – это протокооперация и мутуализм. Протокооперация – форма симбиоза, при которой совместное существование видов выгодно для обоих, но не обязательно для них. Если мы посмотрим примеры протокооперации, здесь показаны рыбы семейства губановых, очищающих ротовую полость хищных рыб-мурен. Это необязательное взаимовыгодное отношение, но в то же время и один, и второй представители одного и второго вида получают от этого пользу. Второй пример – птицы волоклю и склевывают паразитов с кожи копытных животных. Точно так же имеет выгодное взаимоотношение для представителей одного и другого вида, но не является обязательным. И, конечно, классический пример протокооперации – это ракоотшельник и актиния. Вступающие взаимоотношения – ракоотшельник транспортирует актиню представителя кишечно-полосных, обеспечивая перемещение моеводной среди и пищи, в свою очередь актиния обеспечивает ракоотшельника защитой своими ядовитыми щупальцами. Следующая форма взаимоотношений – это мутуализм. Вот если протокооперация выгодна, я думаю, второму, но не обязательно, то мутуализм – это крайняя форма симбиоза, при которой живые организмы не могут существовать друг без друга. Классический пример, который мы с вами рассмотрим – это термиты и жгутиконосцы, которые обитают в кишечнике термитов. Это крайняя форма симбиоза – ни термиты, ни жгутиконосцы не могут существовать друг без друга. Был проведен эксперимент, зачем термитам нужны жгутиконосцы. Термитов обработали антибиотиками, после чего наступила и гибель, то есть вся популяция погибла. Когда начали выяснять, почему, термиты питаются древесиной и не синтезируют фермент целлюлазу, который как раз-таки помогает переваривать и расщеплять эту древесину. Таким образом, эту функцию выполняют их симбионты – это жгутиконосцы, обеспечивающие расщепление древесины. В свою очередь термиты обеспечивают жгутиконосцев удачной, защищенной средой обитания, пищей и местом для размножения. Когда рождаются молодые термиты, старые их заражают подселенцами через слюну. И последний тип взаимоотношений, который мы с вами рассмотрим – это комменсализм. Комменсализм, если вы обратите внимание, выгодно представителям одного вида и совершенно нейтрально для другого. Давайте с вами посмотрим на определение. Тип взаимоотношений, при котором один из видов получает какую-либо пользу, а другому взаимоотношения безразличны. Так же, как и симбиоз, комменсализм имеет много очень разновидностей, но мы с вами рассмотрим тоже два варианта – это нахлебничество и квартиранство. Нахлебничество – форма комменсализма, при которой один вид потребляет остатки пищи другого. Классический пример нахлебничество – это рыбы прилипалы и акулы или китообразные. У рыб прилипала, спиной плавник видоизменен в присоску, при помощи которой она прикрепляется к телу акулы или китообразных, и таким образом с ними перемещаются в водном пространстве и используют остатки пищи для своего существования. Квартиранство – форма комменсализма, при котором вид использует другой в качестве своего жилья. Опять же, рассмотрим с вами классический пример квартиранства – это эпифитные растения, которые поселяются на стволах деревьев, не паразитируя, не используя никакие питательные вещества, а используют их просто как субстрат для поселения. Все эпифитные растения имеют воздушные корни, вы здесь видите на слайде как раз-таки орхидеи, у которых развиты воздушные корни, при помощи которых они поглощают воду, стекающую по стволам деревьев, и используют влажный воздух для обеспечения себя водой. Итак, существует несколько типов неконкурентных взаимоотношений. Мы с вами рассмотрели хищничество, паразитизм, симбиоз и комменсализм. И еще раз обратим с вами внимание на то, что хищничество и паразитизм – это два варианта неконкурентных взаимоотношений, которые связаны с регуляцией численности популяции. А вот комменсализм и симбиоз – это два варианта, которые обеспечивают видовое разнообразие в биоцинозах. И для того, чтобы закрепить то, что мы с вами сегодня разобрали, мы с вами рассмотрим несколько заданий из открытого банка ФИПИ ОГЭ. В КИПОХ ОГЭ встречаются задания по данной теме с одним правильным ответом. Пример такой, к какому типу отношений относятся взаимоотношения гидр и дафни, живущих в одном водоеме? Вам предлагаются четыре варианта ответа – паразит-хозяин, хищник-жертва, конкуренция и симбиоз. Для того, чтобы правильно ответить на этот вопрос, надо разобраться в образе жизни данных представителей. Гидр – представители кишечной полосы, которые являются хищниками, дафни – мелкие, ракообразные. Таким образом, правильный ответ их взаимоотношений – это будет хищник-жертва. Следующий вариант. Следующая группа заданий, которая встречается в КИМОХОГЭ, на установление закономерности, смысловой закономерности, используя незаконченную таблицу. Вам предлагается таблица, где указаны объекты акула и рыба-прилипала, бычий цепень и человек. А во втором столбце указаны процессы. Для акулы и рыбы-прилипала указан процесс, они вступают во взаимоотношения, которое называется нахлебничество. Вам необходимо заполнить последнюю ячейку, выбрав понятие. Предлагаются четыре варианта взаимоотношений для бычьего цепня человека. Бычья цепень – это представитель типа плоские черви, ленточные черви, которые паразитируют и обитают в тонком кишечнике человека. Соответственно, правильный процесс, который необходимо сюда вписать – это будет паразитизм. Следующее задание на соответствие, где предлагаются в данном случае организмы и типы отношений. Итак, ястреб и куропатка, рак отшельники, актиния, божья коровка и тля, сова и мышь, щука и карась, корень растений, гиф и гриба. И два варианта взаимоотношений – это симбиоз и хищник-жертва. Для того, чтобы правильно распределить и установить соответствие, опять же, надо уметь определять, какой образ жизни, какой тип взаимоотношений вступают те или другие представители. Ястреб – это представитель хищных птиц. Куропатка – зерноядная, соответственно, это тип взаимоотношений хищник-жертва. Рак отшельник и актиния – это взаимовыгодные отношения, это будет относиться к разновидности симбиоза. Божья коровка и тля. Божья коровка – это хищное насекомое, которое питается тлю, соответственно, правильный ответ – хищник-жертва. Сова и мышь. Сова – это ночные хищные птицы, опять же, относятся к такому же типу взаимоотношений, как хищник-жертва. И последний вариант – щука и карась. Обитают они в одном водоеме, но щука – это хищные птицы, а карась – это растительноядные, соответственно, правильное взаимоотношение хищник-жертва. И последнее – корень растений – гифы-гриба, которые используют, образуют микоризу. Это взаимовыгодные отношения, это как раз-таки разновидность, крайняя форма симбиоза, мутуализм, соответственно, это будет симбиоз. На этом урок окончен. Спасибо за внимание. Здравствуйте, дорогие девятиклассники. Мы продолжаем изучение химии в девятом классе. Сегодня у нас второй урок по теме металла. Вы помните, что на предыдущем уроке мы с вами познакомились с положением металла в периодической системе. Девизом сегодняшнего урока я выбрал следующие строки. Источником развития является личный, повседневный, кропотливый труд. То есть ваш труд, дорогие ребята. Помните, что без труда мы ничего не сможем сделать в этой жизни. Итак, давайте вспомним. Периодическая система химических элементов. Вы наверняка сделали то, что я просил, вот эти геометрические фигуры. И помните, что из 118 химических элементов 96 являются металлическими, а 22 не металлические. Они занимают то расположение, которое показано двумя геометрическими фигурами. Но сегодня мы будем говорить о другом, о свойствах этих веществ. Вы помните, что все вещества делятся на простые и сложные. И вот сегодня мы поговорим о простых веществах, о металлах. Признаки этих веществ называются свойствами. Еще в прошлом году, в 8 классе, вам говорили, что свойства бывают физические и химические. К физическим свойствам относятся агрегатное состояние, цвет, запах, металлический блеск, твердость, пластичность, теплоэлектропроводность, магнитные свойства. К химическим свойствам относятся взаимодействие с неметаллами, ну, например, кислородом, хлором, водородом, серой и другими. Взаимодействие с водой, взаимодействие с кислотами, например, соляная кислота. Взаимодействие со щелочами, например, гидроксид натрия. Ну и взаимодействие с солями. Это алгоритм, по которому мы с вами будем работать. Давайте разберемся немножечко подробнее. Начнем с физических свойств металлов. Агрегатное состояние. Все металлы твердые, а ртуть жидкая. Цвет. Большинство серебристые или серые. Медь красная, а золото желтое. Металлический блеск. Большинство обладает ярким металлическим блеском. Самый яркий блеск у серебра и золота. Твердость. Многие твердые. Самый твердый – хром. Но есть и мягкие металлы, те, которые режутся ножом. Это, например, натрий и калий. Пластичность. Большинство обладает высокой пластичностью. Самый пластичный – золото. Теплоэлектропроводность. Все металлы обладают способностью проводить ток и тепло. Наибольшее у серебра. Магнитные свойства. Только три металла обладают этими свойствами. Железо, никель и кобальт. Правда. В современной науке химия не стоит на месте. И получены сведения о том, что рутений при особых условиях также может проявлять магнитные свойства. А вы наверняка помните, что рутений – это химический элемент, названный в честь нашей Родины, в честь России. Давайте посмотрим на некоторых интересных рекордсменов металлов. Как мы уже сказали, ртуть жидкая. Посмотрите, какие красивые капельки. Медь, в отличие от многих других металлов, розово-красная, золото красивого солнечного цвета. Серебро обладает великолепным блеском и высшей электропроводностью. Хром – самый твердый металл. Два металла – никель и кобальт. Так же, как и железо, обладают магнитными свойствами. Химические свойства металлов. Здесь вы видите, то, что мы говорили в алгоритме, разделено в виде таблицы. Взаимодействие с неметаллами, с водой, с соляной кислотой, со щелочами и с солями. И вы видите, синим выделена общая характеристика, общие свойства. Красным выделены особенности взаимодействия отдельных металлов. Вы видите, с кислородом большинство реагирует, образуя оксиды. С хлором – хлориды. Почти все, даже золото, реагируют с хлором. С водородом реагируют только активные металлы, образуя гидриды. С серой большинство металлов образуя сульфиды. Здесь очень интересный факт. Ртуть реагирует с серой даже при обычных условиях. Если вы случайно разлили ртуть, и ртуть попала в какую-нибудь щелочку, купите серу, засыпьте это место предполагаемое, и вы увидите красные точечки. Это не что иное, новое вещество, образованное при взаимодействии ртути и серы. Так называемое киноварь. Взаимодействие с водой. Активные металлы образуют щелочи и водород, а металлы средней активности образуют оксиды и водород. Данная реакция протекает только при нагревании. Металлы средней активности, стоящие в ряду активности до водорода, вытесняют водород из растворов кислот. Если же мы говорим об активных металлах, то с растворами кислот они не будут взаимодействовать, так как в первую очередь они реагируют с водой. Взаимодействие со щелочами. Для девятого класса достаточно знать, что только три металла будут взаимодействовать со щелочами. Алюминий, цинк и хром. Взаимодействие с солями. Когда металл более активный, вытесняет металл менее активный из его солей. Самый знаменитый пример, когда мы опускаем железный гвоздь в раствор медного купороса. И со временем гвоздь становится очень красивым, покрывается чистым налетом красной меди. Давайте посмотрим на те шесть металлов, о которых поговорим подробнее. Красивейший натрий, красивейший калий, магний, кальций, алюминий и железо. У каждого есть свои особенности. У калия на чистом срезе, на новом срезе, фиолетовый отлив. Магний очень блестящий, имеет белоснежный, такой ярко-белый блеск. Алюминий, он является легкоплавким. Его особенность, что в виде пыли его блеск усиливается. Железо, как мы с вами знаем, обладает магнитными свойствами. Физические свойства шести металлов. Опять же, система у нас точно такая же, как была до этого. Синим выделено общие свойства, красным выделено особенности этих металлов. Обращаю ваше внимание, что первая строка, все металлы твердые, да, цвет. Все серебристые, у магния серебристо-белый цвет. Два металла легко режутся ножом. Это натрий и калий. Причем натрий мягкий, как пластилин, но ни в коем случае нельзя трогать его руками, потому что мы их просто обожгем. У нас образуются капли щелочи. Блеск. У трех металлов, у натрия, у калия, у кальция, яркий на свежем срезе. У остальных металлов будет высокий. Обращаю ваше внимание, что магний и алюминий сохраняют свой блеск в некомпактном состоянии, то есть в виде стружек, опилок или пыли. Все металлы легкие, а железо тяжелый металл. Это легко определить по плотности. Если плотность металла менее 5 грамм на сантиметр кубический, металл легкий. Если 5 и более, металл тяжелый. Легкоплавки. Большинство вы видите легкоплавки, и только железо тугоплавки. Опять же, это легко определяется с помощью температуры плавления. До 1000 градусов Цельсия металл легкоплавки, а если 1000 и более, то тугоплавки. Магнитные свойства. Мы уже с вами знаем, что только 3 металла при обычных условиях обладают магнитными свойствами. И в данном случае они есть у железа. И хочу обратить ваше внимание на способ хранения данных металлов. Обратите, 3 металла, это натрий, калий и кальций, хранят под слоем керосина. Все остальные имеют обычный способ. Например, у вас дома, в быту, есть железные гвозди, железные шурупы, на кухне есть алюминиевая посуда, алюминиевая фольга. Кто из вас не кушал шоколадку? Наверняка разворачивали и выхрустели алюминиевой фольгой. Химические свойства данных металлов. Обращаю ваше внимание, мы взяли те же самые вещества, о которых говорили в нашем алгоритме. Кислород, хлор, серо, водород, вода, соляная кислота, гидроксид калий или щелочь, щелочь и сульфат меди-2. Обращаю ваше внимание, алгоритм точно такой же. Синий цвет говорит о том, что это общее, то есть объединяющее все. Красный это особенность. Хочу обратить на всего несколько вот таких важных моментов. При взаимодействии с кислородом активные металлы натрия и калий образуют не оксиды, а пероксиды. В данном случае пероксид натрия, а калий настолько активный металл, что образует супероксид или надпероксид калий-2О4. В простейшей формуле калий-О2. Все остальные образуют оксиды. Хлориды, вы видите, все до единого металла образуют хлориды. Сульфиды все образуют, но хочу подчеркнуть, вот это соединение сульфид-алюминия существует только в кристаллическом виде, а в растворе оно полностью подвергается гидролизу. Гидриды взаимодействуют только активных металлов. Алюминий и железа в прямом синтезе не существует. С водой образуются щелочи, если металл активен, и образуются оксиды, если металл средней активности. Как я уже сказал, активные металлы при взаимодействии с растворами кислот в первую очередь реагируют с водой. Это натрий, калий и кальций. В то время как магний, алюминий и железо прекрасно реагируют с растворами кислот. Обращаю ваше внимание, что если кислота не обладает окислительной активностью, то образуется соединение железа 2. Если же кислота с высокой окислительной активностью, то образуется соединение железа 3. Вы видите, со щелочью взаимодействует только алюминий. При этом образуется особое соединение тетрагидрокса алюминат калия. С натрием соответственно тетрагидрокса алюминат натрия. Если мы возьмем солью, в первую очередь реагирует с водой, в данном случае реакции не будет, в то время как сульфат магния прекрасно образуется с магнием, и медь в виде красного налета на магниевой пластине образуется, либо на алюминиевой пластине, либо на железном предмете. то есть те три металла магния, алюминия и железа, которые мы с вами опустим в раствор медного купороса, покроются налетом красной меди. Я вам всем предлагаю сделать красивый опыт. Взять железный гвоздь, натереть его наждачной бумагой до блеска, в любом садоводческом магазине купить медный купорос, одну чайную ложку, растворить в литре воды, в этот приготовленный раствор опустить железный гвоздь, который вы натерли наждачной бумагой. И через некоторое время вы увидите удивительные чудеса. Вы уже знаете, что свойства бывают физические и химические. И вот мы с вами сегодня познакомились с этими свойствами. Я очень надеюсь, что вы знаете, что веществ очень много. Я вам скажу даже точную цифру. Более 25 миллионов. Поэтому химических свойств гораздо больше, чем физических. До новых встреч, ребята. Спасибо. !